Небе? Да, на небе. А... Я сейчас вам покажу. Сейчас, одну секунду, я сейчас вам всё покажу. Я не верю. Да нет, как вы можете не верить? Вот же, вот, смотрите. Вот, вот. А я звезда. Здесь. Вот она. А разве вы не сказали, что она на небе? Так это небо. Смотрите, вот сфера, вот горизонт. Разумеется, небесный горизонт. Вот азимут. Смотрите, моя звезда здесь. Но вы бы лучше показали мне её на небе? Да вы понимаете, на небе её не очень видно. Я открыл её на бумаге, понимаете? Я её вычислил. На бумаге? Да, вот здесь вот её вычислил. А как на бумаге? Вы не понимаете? Сейчас я попробую вам объяснить. Смотрите. Смотрите, эта книга, это Атлас Ван Мерша. Каталог звёздного неба. Моей звезды нет ни в одном звёздном каталоге. Только здесь, только у него она есть. А почему? Почему? Да потому что у него богатое воображение. Школьные, университетские астрономы считают его шарлатаном, астрологом. Конечно, стоит взглянуть человеку на вещи чуть шире, его сразу начинают считать шарлатаном и астрологом. А между прочим, в его теории чёрных звёзд есть немало справедливого. Да-да, его считали сумасшедшим. Сумасшедшим? Сумасшедшим. Я не удивлюсь, что через несколько лет назовут сумасшедшим меня. А старший класс тебе уже говорят сумасшедшим. Послушайте, у меня глаза слепаются, я... Да, но я должен вам показать. Давайте я вам покажу. Стойте. Давайте я вам покажу. А вы хотите открыть окно, все уже прошли. Смотрите. Видите? Ну, подойдите, посмотрите. Большая медведица, смотрите. Большая медведица. Ну, куда же вы, сударыня? Я... Знаете, я... Сударыня. Я пойду наберу воды. Не утром за это... Стойте. Что? Стойте. Не подходите, я буду кричать. Сударыня, я испугал вас, извините меня, пожалуйста. Господин Удрях. А, Удрях, как хорошо, что ты пришёл. Как хорошо, что вы пришли. Да, заходите. А, вы с собой не знакомы? Я вас знаю уже, господин Удрях, да? Входите. Входите, я прошу вас. Сударыня, вы... Да, ну, вот так, понимаешь. Удрях, проходи, у вас к тебе очень важное дело. Дело? Да, дело. Ко мне? К тебе.